Алексей Драчев за рулем почти 20 лет. Признается, что правила иногда нарушает, но к пешеходам всегда внимателен. Автомобиль, отмечает Алексей, средства повышенной опасности, поэтому свои действия на дороге необходимо контролировать. Пешеходов пропускать безусловно надо, потому что машина все-таки металлическая, а человек не совсем, то есть столкновения они не выдержат. Любой пешеход, любая жизнь, она важна, особенно в таких условиях, когда машину заносит, быстро остановиться невозможно. То есть либо приходится заранее останавливаться, притормаживать перед пешеходным переходом, либо могут быть очень неприятные последствия, поэтому стараюсь всегда это делать. С целью предупреждения несчастных случаев на дороге сотрудники ДПС провели профилактический рейд, в ходе которого проконтролировали соблюдение правил дорожного движения водителями и пешеходами. При выходе из общественного транспорта не обходите его ни спереди, ни сзади. Подождите, пока транспорт отъедет, и дорога будет хорошо просматриваться в обе стороны движения. Зачастую некоторые подвергают свою жизнь опасности, перебегают дорогу в неположенном месте, чтобы сэкономить несколько минут и не идти до перехода. С такими пешеходами сотрудники полиции проводят разъяснительные беседы и выносят предупреждение. Если нарушение повторяется вновь, тогда гражданина привлекают к административной ответственности и выписывают штраф в размере 500 рублей. В отношении водителей, которые не предоставляют преимущества в движении пешеходам, выносится постановление по статье 12.18 Кодекса об административных правонарушениях, что влечет наложение штрафа в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Наезды на пешеходов осуществляются не только из-за слабой транспортной дисциплины водителей, но и из-за неумения пешеходов грамотно оценить дорожную обстановку и не убедиться в безопасности. Пешеход должен понимать и знать, что он может перейти проезжую часть, убедившись, что водитель транспортного средства его пропускает. Если с пешеходом в проезжую часть переходит ребенок, то ребенка обязательно держать за руку. В ГИБДД говорят, в случае нарушения уйти от ответственности не получится. Каждый патрульный автомобиль оборудован видеокамерами, а видеозапись прилагается к административному материалу. По словам инспектора в ДПС, каждое третье ДТП происходит с участием пешеходов. Только с начала этого года на дорогах Самары зафиксировали 31 аварию. Одну из них с летальным исходом. Максим Магомедов, Николай Сидоров. События. Магомедов, Николай Сидоров.